ответы на вопросы и стать это долго смогу ли я на его найти работу молодой уважаемый человек ну блин честно вам скажу но вы чуть-чуть почитайте интернет посмотрите в логике но я не помогу туда устроиться под америка эта страна закона всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня будет влог про убер а конкретно ответы на вопросы конкретно ответы на вопросы одного подписчика он писал во вконтакте задавал вопросы я начал ему отвечать но я больше предпочитаю либо телефонные разговоры какие-то интернет-соединения или вот так вот влог рассказать нежели писать потому что писать это долго писать это очень много времени отнимает пока все буквы напишешь пока все слова блин это это долго потому что ну проще сказать чем популярно объяснить как говорится на бумаге и поэтому мы писали списались я понял что ну человеку надо подробно рассказывать потому что как мне показалось он владеет информацией славы поэтому мы сейчас вот маришка зачитает пока мы едем прямо вот те вопросы которые от него пришли всю нашу переписку исключая мои ответы а потом я подробно все отвечу это будет интересно этому человеку и многим другим кто этим интересуется да наверное проще писать ничего страшного у меня простой вопрос такой нестандартный получилось так что хочу прилететь на работу первый раз по турбизе виза первый раз на 45 дней все затраты в сумме получаются 1700 смогу ли я наркот найти работу второй и за 35-40 дней сколько я смогу заработать чтобы вернуться обратно сделать визу и снова второй просто в жизни так случилось и смогу ли я работать по рб водительским вот куда это наверно водительского удостоверения бубере просто кому не писал всем безразлично и как поступить жильем и связью по прилету давай вот на этом остановимся значит первый получается сформулированный вопрос это прилета расходы 1700 по турбизе по турбизе на 30 на 40 на 40 работать рабу рассчитывай 35 40 значит расходы 1700 турбиза до турбиза человек хочет поработать месяц 40 дней интересуют вопросы по жилью сколько смогу заработать подключение телефон значит давайте начнем с самого простого на сегодняшний день т мобайл предлагает тарифный план для тех кто прилетел вернее ну появился показался приехал ну прилетают в америку наверно хотя можно приехать в общем для тех кто находится в америке с турбизой он может у оператора т мобайл подключиться по специальному тарифному плану который включает в себя полный без лимит то есть вполне некуда это абсолютно безлимитные звонки и текстовые сообщения это вообще в принципе у всех и везде и всегда и плюс к этому полный безлимитный интернет и все это удовольствие будет стоить именно для владельцев турбизы по моему 45 долларов или 50 ну в общем вот в таких пределах есть жилье значит чтобы снять жилье в америке на 30 дней вы однозначно чисто под себя апартаменты не снимите но только если каким-то частным образом и за дурные большие деньги это вам не это у вас я так понимаю нет поэтому на 30 дней это либо может быть либо хостел либо это может быть дешевый отель хостел я не знаю сколько стоит дешевый отель это 6 потом 8 и всякие очень много их маленьких недорогих они будут стоить скажем так от 50 до 100 долларов в день минимально самая такая оптимальная сумма 70 80 это вы найдете однозначно там будет интернет там будет микроволновка там возможно будет холодильник там возможно будет бассейн телевизор сменное белье в общем полный фарш давай а я как я раньше говорил что я постоянно просматриваю мамочки в лос-анджелесе русская русская коммунити очень часто но это нужно смотреть как сегодня на сегодня да там вот за месяц пишут такие объявления что сдан допустим ливинг на какой-то период на какой-то там на месяц даю там комнату на месяц даю место в комнате над вами или даже бывают люди уезжают сдают полностью на весну на два апартамента еще хочет как можно меньше вложить как можно больше заработать до точнее потратить поэтому наша цель мне и даже вместо комнате стоит что вот румейт уехал допустим в отпуск и домой там еще куда-то на месяц дается место комнате это будет стоить дешево но недорого поэтому однозначно искать надо вот через всякие группы конечно конечно я вот об этом и говорю что надо подписаться на всевозможные группы в соцсетях я не знаю может быть самое главное это даже будет фейсбук вконтакте потом что там еще короче мы мало в них так скажем сидим основная в общем мне кажется мне кажется фейсбук это самое такое будет оптимальное место где можно искать задавать вот такие всяк всевозможные запросы там про жилье разные комбинации слов выбирать плюс как маришка говорит подписаться на эти группы но это все надо можно и даже нужно делать заранее чтобы схватить еще хочу сказать кажется не по теме но нужно участвовать в таких группах как и мамочки в росс-ан-джелесе и девичник да это не важно информация там не только как вы собрались манки обсуждают на каком пляже мы там сегодня встретимся там и продают какие-то вещи и обмениваются и там и работу могут всякую приглашать и прочее где можно поучаствовать с русскоговорящими то мне кажется все полезно и теперь переходим к самому главному вопросу в серии этих вопросов это типа работа сколько я смогу заработать нет нет подожди опять на вот этот вопрос может ли он работать в убери по водительским правом окей это короткий будет ответ это два там будут еще дальше вопросы с убером связанные я буду рассказывать просто значит берем сразу вопрос касающийся работы вы приезжаете по турвизе и и вам работать нельзя вы приезжаете сюда туристом туристить смотреть всякие замечательности примечательности наслаждаться отдыхом и прочие дела и поэтому вам не просто работать неофициально работать нельзя вы получаете получаетесь в этом плане вне закона давать какие-то на эту тему совет мы не можем и не хотим потому что это это получается незаконно и мы не хотим показаться здесь какими-то занудами с лобами типа или прочее или прочее но америка это страна законов и мы не хотим чтобы у вас возникли трудности из-за того что вы как-то неправильно поняли наши слова или мы где-то чего-то не досказали или пересказали поэтому вот ответ однозначный турвиза работа незаконно отсюда вытекает убер это опять же работа в убере работать по водительским удостоверением по водительскому удостоверению с беларуси россии и казахстана и любой другой страны по советского пространства нельзя нельзя я просто буду дальше еще объяснять ну мы общаемся с нашими людьми поэтому мы для них и перечисляем вот то есть для того чтобы работать в uber вам надо обязательно иметь драйвер license мало того что американский он должен быть наверное скажем так получен в том штате в котором вы собираетесь работать потому что uber привязывает к работе по штату и если например вот я работая сейчас в калифорнии в убере имею удостоверение водительское которое получил в калифорнии переезжая например в неваду я должен буду во-первых перерегистрировать машину во-вторых перерегистрировать свои права то есть получить драйвер license от невады и соответственно по калифорнийскому я там не могу работать даже сам uber это не разрешит читаем дальше дальше будем еще более развернуто отвечать потому что ну вопросы там будут вопросы будут конкретно опять же как вот про удостоверение но я не хочу залазить вперед вопросов поехали в общем я тут развернуто молодому человеку отвечал на все эти вопросы которые он задал которые мы сейчас проговорили следом приходит еще один ну следующее сообщение а если попробовать грузчик типа мобинга много документов надо и даст ли мне посольство визу для работы без письма компании из рэй значит что касается грузчика в мувинге опять же чтобы вам устроиться на работу вам надо иметь легальный статус ваш легальный статус это турвиза вы опять туда не можете устраиваться на работу то есть ваша турвиза отметает все легальные легальные варианты трудоустройства то есть вы не имеете права труда и стал трудоустраиваться поймите правильно мы типа не то что хотим как-то показать что вы тут никто и никак или что мы тут такие деловые просто не хотим в этом участвовать совершенно верно мы 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 просто ну ну просто не хотим просто сейчас очень жесткая политика насчет легализации насчет легальности работы насчет легальности иммиграции и поэтому не советом не какой-то мы вам помочь не может не можем турвиза работать вы не можете но тем не менее дальше на убери мы остановимся потому что это интересно тем кто приедет по документам или кто здесь находится но не знает чего начать мы дальше это что-то проговорим так там было значит грузчиком роз подожди про грузчика ответили а если под убер много ли много документов надо и даст ли мне посольство визу для работы нет ответ опять же простой значит перед этим я в своем ответе молодому человеку ответил что в ответе ответил короче написал что для того чтобы работать в убери надо много документов на самом деле это много ну как бы это и немного это буквально сделать пару шагов но я вообще не понимаю что человек имеет ввиду он имеет ввиду много российских документов я не знаю я рассматриваю что я написал сейчас я перечислю я написал что для того чтобы устроиться в убер вам надо много документов я не помню даже как там формулировал я и каких вот документов ну скажем так для того чтобы работать в убер самое первое вы должны иметь разрешение на работу ну легальный статус который дает разрешение на работу то есть если есть разрешение на работу значит уже какой-то статус есть то есть это не турвиза и если у вас есть разрешение на работу значит для этого чтобы пойти работать в убер вам надо реальное действующее удостоверение водительская драйвер-лайсенс это самое главное вам надо иметь машину которую вы взяли в прокат или которую вы купили с регистрацией с легальной чтобы она прошла ну скажем так техосмотр это будет звучать но техосмотр это громко связано то есть вашу машину должны осмотреть вам может она выполнять это работу такую или нет это следующее вы должны иметь счет в банке потому что убер вам не будет платить кэшем убер платит на счет вы отработали неделю и в понедельник утром у вас бабло сы лежат на счете все четко все красиво абсолютно не так как в рб приходилось ждать деньги на карточку и перед этим еще платить просить босса положите пожалуйста киньте там копеечку вот водительская регистрация машины счет в банке разрешение на работу еще один еще один очень важный social security number у вас должен быть потому что без этого номера изначально вы не на сайте не в приложении убер не сможете зарегистрировать не себя не свою машину но ничего не можете сделать потому что это самое первое чего начинается это введите свои свой свой соус соус security или последние четыре цифры не помню по моему весь надо вводить все и даже если это все есть то есть вы например там приехали на месяц на два и случайно имеете social security number то есть вы были по work and travel там бывают такие варианты и человек студентом когда-то был и он получал social security класс приехал быстро открыл счет быстро взял машину в прокат водительская у него есть даже американская да он начинает регистрироваться и там такой вопрос типа этот как это должен быть опыт experience не менее одного года все вообще здесь не вождение да не 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 у вас в стране где-нибудь а именно в америке должен быть опыт вождения год все сразу досвидос в лифт можно пойти работать лифт по моему берет без опыта вождения но там есть да сейчас я точно не помню я не могу сказать вот если придет очень много вопросов типа от тех кто живет здесь как устроиться это мы можем решить и сделать прямо онлайн консультацию почитать все эти приложения на сайте посмотреть ну все просто получается тупо облом приехав на месяц на полгода на год вы не устроитесь не в убер не в лифт грубо говоря потому что вот надо вот эта куча документов которые я назвал следующий вопрос зайду здесь человек немножко о личном пишет поэтому я зачитаю совсем кусочек да меня интересует сможете ли помочь с работой нелегально на первый раз по турбизе и если какой-нибудь выход на эту работу нет нет однозначно нет во-первых во-вторых и в третьих мы не сможем помочь человеку нелегально устроиться на работу блин мы не наркобароны не наркодилеры их не блин не какое-то бюро по трудоустройству нелегалов на работу то есть вы турист вы не нелегал даже вы турист у вас есть туристическая вызов но вы не можете по ней работать и самое главное что в принципе мы не можем никому помочь устроиться на работу потому что ну это не наш бизнес мы этим не занимаемся и понимаете ну это немножко звучит как вот из советского прошлого типа вася ты там работаешь блин там то там то волосатая рука блин мохнатая нога помоги мне устроиться на работу за там я не знаю за презент за что еще то есть у нас нету ни связи не незнакомых ничего такого наша помощь может свестись только либо какой-то консультации по тому времени или процессу который мы прошли сами то есть вот что мы сами сделали то мы можем пересказать или если вы хотите повторить там например какие-то наши шаги то мы можем сказать как сделать папа пачать поочередно эти шаги чтобы не оступиться не лезть вперед или не стоять долго на месте правильно только по своим шагам но никому мы не можем помочь устроиться на работу не в uber никуда это в uber вы устроил устраиваетесь через приложение через браузер там через сайт если вы хотите работать вот в магазине в костка например мы сейчас проезжаем вы идете значит и подаете там это как она называется application в любой магазин в любую организацию идете на интервью проходите сами устраивайтесь мы только можем подсказать что вот можно устроиться в магазин можно устроиться там я не знаю на склад то есть вот где я проходил или где я представляю можно устроиться я я могу подсказать однозначно что можно легко устроиться в принципе ну как легко я вижу очень много объявлений где требуются водители с водительским установить удостоверением на грузоперевозки на большие машины чем я могу туда помочь устроиться тем что я знаю где я видел эти объявления эти большие базы я могу туда завести но я не помогу туда устроиться потому что вам надо будет пройти интервью все я только я же говорю а только могу привести и показать но помочь ну ну как мы можем помочь понимаете ну это невозможно получается на все ответили тут поэтому да другой вопрос если сделать все официально и приехать а даст ли консул визу на работу молодой уважаемый человек ну блин честно вам скажу но вы чуть-чуть почитайте интернет посмотрите в логе ну консул не дает визу на работу я не мастер в консульских делах блины чем место извините чтобы стать и не можем так сказать найти я вон нашел наверно вон туда поедем станем насколько я понимаю правильно рабочую визу не получают в консульстве в консульстве получают туристическую визу там гостевую если она сейчас так называется или вот любую другую но не на работу на работу визы получают немножко по-другому и тут я тоже не могу проконсультировать я только могу сказать почитайте в интернете насколько я понимаю рабочую визу получают типа во первых находят работодателя кому ты нужен вообще на этот вопрос не надо отвечать мы не в курсе не я просто хочу сказать свое видение что находится работодатель которому ты нужен потом работодатель должен доказать что такого специалиста здесь нет подать тебе вернее на тебя запрос куда-то и такие визы расхватываются как пирожки в каком-то месте очень быстро за секунды там помнишь мы где-то не можем не можем но я знаю точно что и вы не можете пойти вот в американское посольство в россии или в беларуси и сказать я хочу ехать в америку на работу дайте мне визу консуль такой ах блин черт ну конечно югу ну вот здесь дальше чем пишет помочь со сдачей на водительская серёжа может просто допустим сказать что вам нужно ехать стой зайка подожди давай мы сейчас дорогие зрители прервемся мы идем в костка бизнес-центр этот вопрос тоже надо осветить мы не будем стоять на пусты на эти смотреть на пойдем сделаем дела потом будем ехать обратно и расскажем чем я могу помочь чем не могу помочь мы дочитаем все эти вопросы до конца да все не переключайтесь продолжение через секунду все не переключайтесь Продолжение следует...